Редакция газеты «Деловой Петербург» продолжает серию круглых столов, посвященных самым актуальным вопросам, самым актуальным темам сегодняшнего дня. Сегодняшний наш круглый стол, который идет в режиме онлайн-конференции, носит название «Разумное регулирование инновационной продукции, задумки и реалии». Я буквально скажу несколько слов в самом начале. Дело в том, что год назад, почти год назад, в июне 2019 года, редакция проводила круглый стол, который был посвящен инновациям в сфере производства товаров и услуг, направленных на улучшение качества жизни людей. Тогда у нас был очень интересный круг участников, часть которых мы услышим и увидим сегодня. И один из вопросов, который обозначили как самые злободневные участники, это то, что, к сожалению, сегодня законодательство не успевает за инновациями и менее гибко реагирует на сегодняшний день, поэтому часть инновационных продуктов не успевает, соответственно, имеет некие сложности с появлением на рынке, с тем, чтобы дойти до своего потенциального потребителя. И сегодня, почти год спустя, мы вернулись к этой теме, мы хотим узнать, произошли ли какие-то изменения в этой сфере, в лучшую сторону, естественно. У нас очень большой сегодня круг участников, среди которых и представители промышленных компаний, общественных объединений, здравоохранения и органов власти. И сегодня, я надеюсь, что мы услышим интересные мнения и все-таки надеемся на то, чтобы ситуация начала изменяться к лучшему. Вначале несколько слов мы послушаем от Владимира Ивановича Катенева, председателя Совета торгово-промышленной палаты Санкт-Петербурга и депутата Государственной Думы Российской Федерации. Ну, я могу сказать, что когда-то я был депутатом законодательного собрания Санкт-Петербурга, еще депутат Ленсовета, я был депутатом Ленсовета 20-го созыва, и тогда законодательство проходило все, мы были все на общественных началах, мы там собирались максимум раз в месяц, и все проходило довольно быстро, не так инерционно, как проходит сегодня. Что такое инновация? Инновация — это типа распредложение, это какая-то новизна, изобретение и так далее. Что такое закон? Это очень консервативная вещь, которая, во-первых, предпринимательское сообщество не является субъектом законодательной инициативы, поэтому оно должно только тогда обратиться с своим предложением, допустим, или в адрес президента, который, естественно, является субъектом законодательной инициативы, правительства Российской Федерации, депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации, и региональные парламенты, законодательные собрания. То есть вот мы являемся субъектами. Дальше, когда какая-то инициатива приходит, она подлежит анализу, оценка регулирующего воздействия, отзыв главного управления Думы и администрации президента, обязательно идет отзыв правительства. То есть это процедура, когда закон готовится год, он может готовиться два года, быстро проходят только президентские законы, быстро проходят, когда действительно какая-то обстановка. Поэтому, если инновация будет следовать за законодательством, то вы понимаете, это не будет никакой инновацией, это будет такой затяжной процесс. Поэтому, если есть какой-то законопроект, который действительно изменит инновационную сферу, мы с удовольствием готовы внести его. Но вот за мои почти 4 года работы в Думе я получаю много законодательных инициатив от наших коллег-предпринимателей, но они все носят какой-то локальный характер в области конкретных отраслей промышленности. И поэтому сказать, что да, и при этом хочу отметить еще очень такую особенность, что практически все, кто хочет получить какие-то изменения в федеральном законодательстве, все рассчитывают на определенные льготы. Ну, например, сейчас готовится закон по Арктике, Арктическая зона. И отдельный реестр, отдельные там и так далее. Все хотят попасть вот в этот реестр и попасть вот в эту зону освоения Арктики, потому что они видят, что там есть ряд преференций. Там Дальний Восток, например, мы тоже видим там преференции, там налоги, кредиты льготные, там гектар там и так далее. Поэтому вот практически все инноваторы, которые хотят получить изменения в федеральном законе, надеются на год. При этом хочу отметить, что я не помню, чтобы кто-либо из Нобелевских лауреатов, которые действительно совершали открытие, просили для своих исследований какие-то налоговые преференции. Насколько по вашей оценке и по вашему регулярному общению с преференциальным сообществом действительно законодательство все-таки мешает развитию инноваций? Или это немножечко, ну скажем так, представление об этом? На самом деле это не так. Ну, вы знаете, и так и не так. Законодательство, оно не должно мешать, сдерживать вообще законы, это контроль, это фискальные функции и так далее. Но могу сказать, что Дума сегодня, при всей ее, там может быть, инертности, принимает целый ряд очень таких инновационных законов. Ну, например, очень тяжело проходил закон о дистанционном голосовании. Вы, наверное, слышали, что теперь можно будет голосовать, то есть Дума такой закон приняла, и Центральные избирательные комиссии, избирательные комиссии на местах могут отработать механизм голосования по почте интернета. Это инновация или нет? Ну, конечно, удобно, ты голосуешь там, где тебе удобно, да, на даче, в машине, там дома, в отпуске, там, да, но при этом жесточайшее сопротивление оппозиции против этого закона, потому что идет недоверие, да, говорят, будет фальсификация, выборов там и так далее. Но это инновация, да, если мы действительно сделаем этот процесс честным, прозрачным. Нотариат, например, да, электронный нотариат. Я вот когда-то читал, что единственная страна в мире, где можно сделать заверение нотариами, не выходя из дома, это Грузия была. Мы приняли такое сейчас законопроектом о вот этом удаленном нотариате. Например, единый, вот опять очень спорный вопрос, который, закон, который принят, это о едином реестре сведений о населении России. Ведь это тоже инновационный процесс. И оппозиция. Я получил десятки писем, которые говорят, что нельзя принимать такой закон, это слежка о населении и так далее. Но все новации, цифровые технологии очень тяжело воспринимаются определенной частью общества. При этом, когда обсуждали закон, да, вот этот реестр, оператором его будет налоговая служба. Налоговая служба сделала очень много тоже позитивных вещей. Личный кабинет налогоплательщика, да, вы сегодня видите свои налоги, долги там, да, то есть, вот, ну, декларацию упростила. Сегодня многие декларации подавать не надо там и так далее. Вот, но вот такие законы действительно новационные, они тяжело проходят. Вот сейчас в пандемии идет борьба за сокращение сотрудников, потому что платить зарплату при отсутствии выручки очень тяжело. Вот Сбербанк, Виза и Азбука Вкуса, сетевой магазин, начали тестировать магазин без продавца и кассира. То есть, это вообще элемент тоже будущего. Вот она инновация. Ты зашел, зарегистрировался, пришел, свой пиар-код ввел, взял товары и, так сказать, не вытаскивая их из своего портфеля, прошел насквозь вот этого считывателя, у тебя, так сказать, приходит СМС, деньги списывали. Вот, вот она инновация. При этом они не просят налоговый льгот. Готов по вашим предложениям, как все-таки депутата Санкт-Петербургского, в том числе предпринимательства, готов отрабатывать все ваши пожелания на пусты, так что в вашем полном распоряжении. Спасибо огромное, спасибо, что уделили на время. Как я уже сказал, часть наших гостей принимала участие в том круглом столе. Например, у нас Роман Владимирович Константинов, председатель совета директоров компании «Экобезопасность», был в прошлый раз, и я как раз озвучивал в том числе тезисы относительно законодательства. Роман Владимирович, произошли ли какие-то изменения за этот год? И, собственно, как инновационная продукция, как работа в законодательстве, могли бы повлиять положительно на здоровье людей? Продолжить, если можно, эту тему? Ну, коль скоро слово мне, знаете, как сейчас говорят, о чем бы мы ни говорили, мы говорим о деньгах, а в данном случае, о чем бы мы ни говорили, мы говорим о коронавирусе. И, собственно, вся вот эта сегодняшняя ситуация, она обнажает проблемы, которые у нас возникают. Я вообще, по сути, свой оптимист, но вот то, о чем мы говорим, законодательное регулирование инновационной деятельности, ну, вот в медицинской сфере, да, то, что близко мне, оно, конечно, вызывает только пессимистические настроения, если честно, но как бы лучше быть информированным пессимистом. Вот, собственно говоря, то, о чем мы говорили год назад, и сейчас оно ничего, ну, не сдвинулось с мертвой точки, это тот факт, что правительство дало ход телемедицинским технологиям, то есть мы сделали шаг вперед, а потом мы по старой доброй традиции сделали несколько шагов назад, как это обычно водится у нас. То есть мы пытаемся телемедицину, то есть, ну, собственно говоря, коммуникации в медицине, да, загнать про хрустового ложа усиленной квалифицированной подписи. Что это значит? Это значит, ну, у всех должны быть токены, у всех должны быть, ну, вот эти квалифицированные подписи, и это непременно, ну, как бы подтверждается, там, одобрение ФСТЭКа, ФСБ, Роскомнадзора, это затормаживает, естественно, развитие этих продуктов. А когда мы говорим о международном, допустим, обмене медицинской информации, то даже вот эти одобрения уважаемых организаций, про которые я сказал, они, ну, вообще бесполезны, да, как вы понимаете. И вот у нас, как пример положительного кейса решенного, да, решенные проблемы, ну, сейчас, наверное, у всех на слуху проблема моряков, да, наших, российских, не только российских, всего мира, когда люди не могут сойти на берег и продлить свои, ну, медицинские, ну, любые документы, в том числе то, что относится к нам, медицинские, да, и у нас нет возможности подтверждать их удаленно, да, потому что нету взаимного между государствами взаимного признания удостоверяющих центров вот этих подписей. Мы сейчас сделали продукт, который не зависит от электронных подписей, вот в том понимании, которое привычно для нашего документа оборота электронного, и этот вопрос решен, понимаете. То есть, во всем мире вот эти подписи, электронные подписи документов принимаются, ну, абсолютно, да, то есть это не зависит от одобрения каких-то государственных органов. Это вот то, что касается проблем в коммуникации, да, инновации в коммуникациях. А вот еще большая проблема также остается, это, собственно, регулирование, вот непосредственно регулирование инновационной деятельности. Вот мы сейчас все становимся свидетелями того, что Росздравнадзор, тот орган, который выдает регистрационное удостоверение в медицине, да, в инновационных продуктах, он занят, полностью занят тем, что он дает регистрационное удостоверение на, ну, условно так, обобщим маске, да. Вот, а при том, при всем при этом куча, там, инновационных препаратов, каких-то систем диагностики дожидается своего часа, чтобы получить разрешение на запуск тестирования. Вот, собственно говоря, вот и инновация, да, и все, большинство приказов, нормотворческое деятельство, ну, Минздрава, скажем, нашего здравоохранения, оно вообще не ложится на программный язык. Вот, ну, как вот программисты, если есть, да, они понимают, что если программа написана коряво, да, когда ее пытаются компилировать, она не запускается, не компилируется, да. Собственно говоря, вот все, практически все приказы Минздрава, они вот примерно о том же, да, то есть их невозможно воплотить в жизнь, потому что они противоречивы, потому что они не, там, не содержат нужной информации. И вот, собственно говоря, вот наши проблемы, пока ничего оптимистичного я не сказал, кроме одного положительного кейса, который идет в разрез общей тенденции. Собственно, непосредственно хочется перейти к сейчас еще продуктам, да, о которых мы говорим, которые положительно влияют на здоровье. Ну, и, наверное, я не ошибу и скажу, что молоко у нас является одним, ну, считай, в своем случае, одним из самых здоровых продуктов. Елена Игоревна Касперская, с нами руководитель отдела корпоративных коммуникаций и устойчивого развития ООО «Валио». Елена Игоревна, ну, кажется, что в вашей сфере все должно быть вообще идеально, и молочные продукты должны попадать на рынок без каких-то ограничений, без каких-то препятствий. Насколько это так, и насколько законодательство в вашей сфере влияет на инновации, насколько инновации вообще активны в вашей сфере? Что хочу отметить в качестве, в части законодательства, очень много лет в России мы все ждали принятия органического законодательства по органическому питанию, и оно вступило в силу с января 2020 года. Конечно, это заняло очень много лет, но, тем не менее, оно теперь у нас есть, и мы ожидаем большие подвижки в этой области. То есть у нас появится, наконец, органическая продукция в России. И это законодательство, оно гармонизировано с европейским, те же самые условия и правила там применяются. Есть, конечно, нюансы. Не очень понятна схема, как освидетельствовать такую продукцию, если она произведена за пределами Российской Федерации, то есть, например, как нам ввести органическую продукцию из Финляндии. Но, тем не менее, понятно, как это делать в России. Поэтому мы видим положительные изменения. И что касается населения, конечно, инновации здесь очень важны, потому что сейчас наблюдается рост вообще людей с различными видами непереносимости, в том числе непереносимости каких-то компонентов молока. Вот, слава богу, в этом вопросе все хорошо. Были у нас введены изменения в законодательство при ввозе в 2014 году. Есть у нас безлактозное молоко, безлактозная продукция. Но часть инноваций, конечно, мы не можем, не все инновации можем представить в России. Но, тем не менее, не видим существенных ограничений для того, чтобы их здесь не развивать. Я имею в виду сейчас и в Финляндии очень большая инновация. Это продукты по замене соли. Есть сыры, в которых не используется соль, а используется соль, скажем так, натуральная из молока. Это входит в программу ООН по поддержке благополучия человека и в появлении большего количества здоровых продуктов. Также в России у нас есть программа по снижению сахара. У нас есть йогурты с пониженным содержанием сахара. Мы ведем пропаганду потребления таких продуктов. Также есть безлактозное мороженое, что очень важно для тех людей, которые не могут потреблять обычное мороженое ввиду непереносимости лактозы. В общем, мне кажется, что, конечно, законодательство очень важно. Не всегда оно поспевает, но сам рынок, конкуренция во многом определяет стремление компании дифференцироваться, развивать новинки, новые продукты и вкладывать. Ну и, конечно, очень важно со стороны государства, может быть, помощь в доступном кредитовании под такие проекты, потому что инновации, это, как правило, наукоемкие вопросы, требующие инвестиции серьезных в оборудование. Наверное, вот этот нюанс, он может задерживать, но в Пищевке, мне кажется, вопросы несколько легче решаются. Просил бы сейчас сказать несколько слов Дмитрия Вячеславовича Панова, председателя регионального отделения общественного движения «Деловая Россия» в Санкт-Петербурге. Дмитрий Вячеславович, собственно, вопрос к вам и вопрос, наверное, будет такой, насколько по оценке вашего общественного объединения, общественного движения, вообще в целом наблюдаются в вопросе законодательного регулирования инновационных продуктов какие-то положительные изменения, потому что, как мы слышим, не во всех сферах так хорошо, как хотелось бы. Знаете, мы действительно очень внимательно следим за инновационным законодательством и можем разделить, наверное, на две части. Крупные компании, которые на сегодняшний день оперируют на рынке, они, безусловно, имея серьезные R&D департаменты, они, безусловно, справляются с сертификацией своей продукции, инновационной продукции. Они знают, как удалить, что делать и, собственно, безусловно, решают свои вопросы. Одновременно с этим наша организация – это все-таки средний и малый бизнес. Вот как раз до данной конференции я созвонился с пятью организациями, которые специализируются именно в строительной тематике. Вы знаете, что строительная отрасль – одна из мощнейших с точки зрения мультипликатора. Каждый рубль, вложенный в стройку, он дает 7 рублей в смежных отраслях. Вы знаете, как один все высказали очень такое неоптимистическое, к сожалению, настроение. Некоторые компании, которые на сегодняшний день занимаются действительно интересными, нужными и важными материалами, как вы знаете, стоимость на недвижимость, она продолжает расти, и одно из направлений снижения как раз стоимости, себестоимости строительных компаний – это как раз инновационные строительные материалы. Так вот, у нас есть три компании, которые занимаются инновационными строительными материалами, И все, как один, сказали следующее. Невозможно на сегодняшний день оперативно, прозрачно и просто зарегистрировать новый инновационный материал, стоимость которых в разы отличается от стоимости тех материалов, которые на сегодняшний день используются на строях. И принимая во внимание этот фактор, компании находят для себя в качестве решения патентовать свои материалы на зарубежных рынках и активно продавать их на зарубежных рынках. А другая компания, которая занимается запорной арматурой, это австрийско-российский огромный концерн. Они сообщили о том, что, опять же, принимая во внимание сложность вот этого фактора патентования своей инновационной продукции, они находят в качестве варианта, это, соответственно, использование патентования в Европе, где есть специальные организации, где за тобой закрепляется собственный менеджер, который всем, всеми вопросами согласования занимается за тебя. Вот если бы, опять же, компания, со слов эксперта нашей организации, такое было сделано в России, безусловно, это бы сняло достаточно большое количество вопросов. Одновременно с этим нужно понимать еще один фактор, и совсем недавно наш президент обратил на это внимание, на исчисленное количество вот этих вот снипов, хрипов строительства. Как вы знаете, больше года назад как раз правительство занялось так называемой регуляторной гильотиной, в рамках которой нужно было как раз отсечь все вот эти вот рудименты и атомизмы, которые в том числе саботировали возможность внедрения инновационных технологий. Ну вот, к сожалению, в этом вопросе тоже не сильно мы продвинулись, потому что мы входим в рабочие группы как раз регуляторной гильотины в разделе строительства, и вы знаете, приходят пачки по 400 документов буквально за несколько дней до момента, до того момента, как нужно их согласовывать. И, безусловно, фактически времени не хватает для того, чтобы их внимательно осмотреть. А это фактически те самые документы, которые нужны, важны и фактически влияют на такую серьезную и нужную нашей стране отрасль. В этой связи есть предложение. Вы знаете, как вы знаете, был создан институт ОСИ, который последовательно, дисциплинированно занимался снижением административных барьеров во всей стране. Мы считаем, что, по мнению нашей организации, что должен быть создан Всероссийский институт поддержки инновационных проектов, в которых, соответственно, должны быть закреплены проектные комитеты по каждой отрасли, где, соответственно, малый и средний бизнес может туда обратиться, получить четкую инструкцию, как получить все необходимые сертификаты, а главное, чтобы была определенная комиссия, решение которой стало бы для инновационной компании залогом получения сниженной процентной ставки по кредитованию. Это очень важно, потому что некоторые компании, просто принимая во внимание, что согласование получения сертификации на определенную продукцию, они составляют несколько миллионов рублей, да, то есть у нас в клибинах достаточно много сложностей сфинансирования. Соответственно, в любом случае сейчас и пандемия обострила необходимость внедрения инновационных материалов. Поэтому, а, должны быть, безусловно, снижены административные барьеры, а должны быть дополнительные факторы, которые позволяют развивать инновационную продукцию. Соответственно, все компании должны инновационно освобождаться от налога, мы бы предложили на период, допустим, до двух-трех лет, а самое главное, получать доступ к качественному, недорогому кредитованию. Может быть, даже ниже ключевой ставки, да, то есть должны быть институты, которые, соответственно, субсидируют. В любом случае это инвестиции в наше будущее, причем многоспектрально, потому что все отрасли, они, по принципу, домино друг с другом связаны. Мы уже затронули бы момент иностранного опыта, мы как раз хотели бы попросить следующего нашего спикера немножко рассказать об этом. Мария Ильинична Чернобровкина, исполнительный директор Американской торговой палаты в Санкт-Петербурге. Добрый день всем. Ну, по поводу того, что насколько применим иностранный опыт на территории России, я бы предложила брать просто все самое лучшее, потому что, как правило, иностранный опыт, перенесенный в чистом виде на российскую реальность, он, как правило, ну, не всегда бывает очень удачным. Поэтому, наверное, нужно брать какие-то лучшие практики, именно какие-то институциональные. Что касается проблем, с которыми сталкиваются компании, и, собственно говоря, вот что, как мне, наверное, кажется, необходимо было бы решить, это, ну, во-первых, я делю, как правило, инновационное регулирование на два блока. Первый блок — это именно регулирование самого продукта, да, то есть вот это регулирование, оно, конечно, должно быть очень оперативным. То есть тут, скажем так, он перестает быть инновацией, если это не оперативно. А для обеспечения этой оперативности обязательно диалог должен быть с участием бизнеса. И максимально, конечно, это все деформализовать. Кроме того, например, вот компании сталкивались с такими проблемами, ну, во-первых, таможенное регулирование, да, это притча в языцах. То есть были у меня, например, был случай у компании-производителя строительных фракций, значит, какая-то смесь не попадала ни в одну таможенную классификацию, ни в другую. И, в общем, никоим образом невозможно было ее классифицировать, а, соответственно, каким-то образом ввести ее на территорию Российской Федерации. И таких случаев достаточно, да. То есть каким-то образом у нас так построено таможенное законодательство, что невозможно учесть все, но все-таки нужно построить таким образом, что какие-то инновационные продукты, да, они должны идти в каком-то ускоренном режиме. Мы, кстати, давно уже предлагали сделать на территории Санкт-Петербурга, а именно на территории свободно-экономической зоны, инновационный таможенный пост, ну, который обслуживал не только территорию свободно-экономической зоны, но и, ну, весь Северо-Запад, а может быть, и всю Россию, потому что некоторые продукты действительно нужно ввозить по какой-то упрощенной системе. Кроме того, есть, например, проблемы с то, что называется market access, да, это выход на рынок. У нас очень сложная система стандартизации, то есть помимо государственных стандартов у нас существует в каждой, ну, у нас известно, да, что госкорпорации — это одни из самых замечательных закупщиков, и, в общем-то, все хотят с ними работать, но еще внутри каждой корпорации существуют свои стандарты. И если для каких-то вещей это обосновано, наверное, да, то, например, для таких вещей, как, ну, скажем, строительство дороги, ну, не очень понятно, чем отличается дорога, которая ведет к офису, я не знаю, к Газпрома, и дорога, которая идет еще к какой-нибудь корпорации, да, но, тем не менее, у каждой из них есть своя система сертификации, стандартизации, свои какие-то аккредитованные компании, которые это все проводят, что, естественно, не упрощает жизнь компаниям никоим образом. То, что касается бизнес-климата в целом, и, например, понятно, что для инноваторов нужна какая-то серьезная система налоговых льгот, практически, может быть, действительно, освобождение от налогов, система проактивного участия государства в этом, в том числе финансировании. То есть я имею в виду, что помимо вот тех кулибинок, которые, да, что-то изобретают и потом бегают по рынку ищут себе частных инвесторов, ну, иногда и государственных тоже, но должна быть какая-то проактивная позиция, возможно, например, в каких-то отраслях промышленности. С вашего позволения, я один из аспектов, который прозвучал в вашем докладе, обращу внимание, вы говорили про IT, и как раз у нас сегодня есть здесь представитель, наверное, который может много сказать по этому поводу. Я говорю про Александра Юрьевича Павлова, который у нас представляет Санкт-Петербургскую международную бизнес-ассоциацию, и он является руководителем отдела цифровизации и удаленного мониторинга ООО «Сименс» технологии газовых турбин. Александр Юрьевич, собственно, вопрос к вам. Сфера IT, цифровизация, диджитализация, понятие, которое звучит достаточно часто в риторике, в деловой, в официальной, при этом мы знаем, что не всегда, опять же, быстро происходит внедрение новых технологий. Если можно, все-таки, как законодательство регулирует вашу отрасль, я имею в виду именно цифровизацию, и есть ли какие-то сложности, есть ли какие-то препятствия у вас, которые, может быть, можно было бы решить с помощью изменения законодательных норм? Ну, давайте поговорим о этой инновационной направлении деятельности в применимости к энергетике. Это как раз то направление, которое курирует моя компания, и, в общем, два момента, которые, наверное, сегодня я хотел бы вынести на такое открытое обсуждение. Первое — это вообще само по себе понятие термина цифровизации, да. Мы сталкиваемся в своей повседневной деятельности со следующим, да, что вот есть этот модный термин, цифровизация, а каждый заказчик, а заказчиками у нас выступает большая энергетика, да, интерпретирует этот термин по-своему, да. И в связи с этим мы вынуждены отталкиваться от того, что, в общем, ехать к каждому конкретному заказчику и непосредственно уточнять у него, да, уважаемый заказчик, что вы подразумеваете под понятием цифровизации. И на основании того, что отвечает нам тот или иной заказчик, мы выстраиваем, соответственно, дальнейший диалог, да. Ну вот один из примеров приведу такой, что приезжаем к заказчику, он говорит, уважаемая компания «Сименс», предложите, пожалуйста, ваши услуги по цифровому двойнику нашей электростанции, да. И тут мы опять сталкиваемся с еще одним вопросом, да, уважаемый заказчик, а что вы понимаете под понятием цифровой двойник? Да, и начинаем, в общем-то, выводить заказчика на открытую дискуссию, чтобы добиться именно той самой сути, что подразумевает конкретный человек, да, конкретный руководитель предприятия под этим инновационным и модным термином, да. Понятно, что наша компания имеет свою собственную стратегию понятия цифровизации, свою собственную стратегию понятия, что такое цифровой двойник, да, и мы выступаем в открытом диалоге к приземлению этого термина, да, к непосредственно тем потребностям, которые покрывает тот или иной заказчик. Ну, с законодательным барьерами, я так понимаю, что вы тоже сталкиваетесь, судя по всему, и тоже приходится искать методы их преодоления. Абсолютно верно, да. Спасибо большое, Александр Юрьевич. Я вернусь немножко к тому круглому столу, который мы проводили в Делом Петербурге почти год назад. Тогда одним из выступлений было выступление представителя компании Филипп Моррис и рассказ о инновационных продуктах, которые направлены как раз-таки на снижение потребления никотина курильщиками. И как раз тогда звучало, ну, достаточно много звучала интересная информация о том, что, несмотря на то, что эта продукция действительно снижает вред, но при этом имеет ряд сложностей в том, чтобы дойти до потребителя. И хотелось бы услышать, все-таки изменилось ли что-то за это время. Елена Георгиевна Киянова, управляющая по корпоративным вопросам региона Север, аффилированных компанией Филипп Моррис Интернешнл в России. Елена Георгиевна, вот ваш коллега почти год назад говорил о том, что есть сложности. Ну, может быть, все-таки что-то к лучшему изменилось за этот год? Все-таки жизнь не стоит на месте. Напомню, что наша компания Филипп Моррис Интернешнл является лидером мирового табачного рынка, и ключевым фактором этого лидерства всегда были и остаются инновации. Наша компания стала первой в мире табачной компанией, которая трансформирует свой бизнес в направлении продуктов с пониженным риском и ставит это в основу своей стратегии устойчивого развития. Если говорить о цифрах развития нашего инновационного продукта на рынке, одного из самых изученных и флагманских, это система нагревания табака ICOS, то в этом направлении на сегодняшний день мы уже инвестировали порядка 7 миллиардов долларов США в разработку, научную оценку и развитие производственных мощностей для большого портфеля бездымной продукции, куда относится также система нагревания табака. Этот инновационный продукт продается уже в 50 странах мира, и более 14 миллионов совершеннолетних курильщиков сделали свой выбор в пользу этого инновационного продукта с пониженным риском. И самое главное, что более 10 миллионов из них полностью отказались от курения сигарет. На прошлом круглом столе мы очень много говорили про науку, которая стоит за разработкой данного продукта, и о нашей стратегии в движении в направлении бездымного будущего. Если говорить о России, то этот продукт тоже имеет достаточно большую популярность, и уже почти 3 миллиона пользователей ICOS в России, он представлен в 70 городах Российской Федерации, доступен в продаже онлайн по всей стране. Мы сделали несколько назад очень важный шаг, локализовали производство инновационного продукта, а именно табачных стиков для ICOS на территории нашей фабрики «Филипп Морис и Жор» в Ленинградской области, и уже инвестировали в этом направлении более 14 миллиардов рублей. То есть, в общем-то, если говорить об изменениях и развитии, вот они налицо. Если говорить о будущих шагах и как будет дальше чувствовать себя этот инновационный продукт, не только наш, инновационные бездымные продукты, они получили достаточно большое распространение, очень много производителей вывели на рынок за последний год такой продукции. Конечно, во многом это развитие будет зависеть от позиции государства, которое определяет, как именно эти продукты будут регулироваться. В прошлый раз мы говорили о том, что в очень небольшом ограниченном количестве стран есть какое-то внятное, выраженное регулирование инновационных альтернативных систем доставки никотина. И я напомню один из примеров, о которых мы говорили. Может быть, он не самый лучший, но однозначно один из самых фундаментальных. Это тот подход, который действует в Соединенных Штатах Америки. Для любого нового инновационного табачного продукта, кроме сигарет, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США, будем для упрощения называть FDA, ввело двухуровневую систему допуска на рынок. Первый уровень, так называемый «премаркет табако аппликейшн», согласно которому производитель предоставляет в управление целое досье научных исследований, доказывающий, что вывод нового продукта на рынок отвечает интересам защиты здоровья населения, то есть как минимум не ухудшает ситуацию со здоровьем населения в США. Данные исследования могут быть выполнены как самими производителями, так и независимой организацией. Главное, чтобы это было сделано с соблюдением установленных стандартов качества. В FDA далее изучают все представленные документы очень подробно, после чего дается разрешение на продажу продукта на рынке. В случае с нашей компанией рассмотрение заявки по первому уровню заняло два года. В апреле прошлого года наша компания получила разрешение на продажу этого инновационного продукта в США. Если говорить о втором уровне, это когда FDA разрешает продавать продукт, информируя потребителей, что этот продукт мне не вредит. А требования к данному уровню намного строже. Объем документов, вот для примера, да, для допуска на второй уровень, который мы подготовили для FDA, составил более 2,5 миллионов страниц. Вот в настоящее время данная заявка все еще находится на рассмотрении, и мы надеемся, что в скором времени они выйдут к нам с решением своим. Если говорить о России, на сегодняшний день в России как не было, так и нет всеобъемлющего регулирования для инновационных продуктов с пониженным риском. Однако некоторые шаги уже были сделаны государством. Несколько лет назад были приняты национальные стандарты для электронных сигарет и нагреваемого табака. А понятие нагреваемый табак было внесено в налоговый кодекс Российской Федерации. Какое должно быть регулирование с нашей, наверное, точки зрения? Мы считаем, что в целях введения эффективного государственного регулирования оборота никодинсодержащей продукции, обеспечения равных прав граждан на охрану здоровья от вредного воздействия табачного дыма, создания равных условий конкуренции, обеспечения эффективного правоприменения, а также для недопущения риска регуляторного шока для предприятий розничных торговлей от серии постоянных новелл регулирования хозяйственной деятельности. Это сейчас очень актуально. Необходимо учитывать следующие факторы. Первое – это введение в сферу регулирования отдельного от понятия курения единого понятийного аппарата для всех видов альтернативных никотинсодержащих продуктов, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака. Это будет корреспондировать с уже имеющимися определениями, заложенными в системе национальных стандартов Российской Федерации, налоговом кодексе и соответствовать правовым процессам на площадке Евразийской экономической комиссии, где в настоящий момент уже принято решение о внесении никотинсодержащей продукции в единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках таможенного союза. Второй момент – это разделение мест курения и потребление никотинсодержащей продукции и установление к ним специальных требований. Зачем это нужно? Мы говорили уже на прошлом круглом столе очень подробно, что большинство заболеваний, связанных с курением, вызвано вредными веществами в табачном дыме, которые образуются при горении табака. Процесс потребления альтернативных никотинсодержащих продуктов основан на получении никотинсодержащего аэрозоля, без образования табачного дыма. Такое разделение необходимо, поскольку в случае совмещения мест курения и потребления никотинсодержащей продукции потребители последние будут вынуждены испытывать на себе негативное воздействие табачного дыма на их здоровье. Тем самым будут нарушены права граждан потребителей никотинсодержащей продукции на охрану здоровья от вредного воздействия окружающего табачного дыма. Еще один момент, который необходимо учитывать, и об этом мы тоже очень подробно говорили в рамках прошлого круглого стола, это, конечно, информирование, обеспечение информирования потребителей об альтернативных продуктах в местах их продажи и потребления. В случае введения, а это может быть полного запрета на информирование, это существенно ограничит возможность донесения до потребителей информации об альтернативных никотинсодержащих продуктах и их свойствах. Донесение курящим людям информации о преимуществах таких продуктов, ну, в общем-то, это и есть одна из форм реализации права потребителей на достоверную информацию. И, наверное, завершающий момент очень важный, особенно в текущей экономической ситуации, объясню почему, это введение отлагательного порядка вступления в силу положений будущего регулирования, будущего закона. Но, может быть, за исключением некоторых положений, таких как запрет на продажу несовершеннолетним, что уже действует в очень многих регионах Российской Федерации, а ответственные производители такой инновационной продукции очень много лет назад, как только вывели на рынок инновационный продукт, заключили меморандум о том, что будут ответственно вести маркетинг и не допускать продажу несовершеннолетних и направлять этот продукт в коммуникациях на данную категорию. Наших граждан. Новеллы в законодательстве, мы понимаем, могут оказывать значительное негативное влияние, например, на торговлю. В первую очередь мы говорим о традиционной рознице, о малоформатной торговле. Например, введение цифровой маркировки табачной продукции, мы видим на этом примере, что розница на сегодняшний день лишь в 30 случаях полностью готова к новым требованиям и испытывает значительные трудности по внедрению этой новой системы. Малый бизнес, давайте будем смотреть прямо на ситуацию, только сейчас оправился от законодательных новаций, например, с контрольно-кассовой техникой, маркировкой, о которой мы говорили, НДС и многих других новелл. Введение новых запретов, ограничений, административных наказаний, а именно их одномоментная реализация, без предоставления времени на адаптацию к новым условиям, ну как у нас часто бывает, может привести к серьезному количественному сокращению малой розницы и как следствие нарушением ритмичности работы торгового и производственных секторов. Это особенную актуальность данный тезис, на наш взгляд, приобретает в связи с текущей экономической ситуацией непростой и проблемами малого бизнеса, связанными с распространением COVID-19. Если говорить об отлагательном сроке, то, на наш взгляд, оптимальной будет являться 12 месяцев с момента вступления в силу нового законодательства. Ну и в завершении хочу сказать, если говорить о подходе, то в регулировании инновационных продуктов, и мне кажется, что это не только в категории, о которой я говорила, а любых инноваций, необходим вдумчивый, взвешенный и риск-ориентированный подход, который бы основывался на научных данных о потенциале таких продуктов к снижению рисков для здоровья и улучшению качества жизни наших граждан, то есть тех, кто живут и работают рядом с нами. Конечно, мы знаем, что сейчас очень многие отрасли находятся в не самой лучшей ситуации. Хотелось бы сейчас уже послушать еще одного нашего участника, Антонина Юрьевна Зайцева, руководитель отдела развития группы компании «Лосева». Антонина Юрьевна, ваша компания, насколько я понимаю, себя позиционирует как компанию по производству натуральных продуктов. Да, именно так. Да, и казалось бы, что вот в этой сфере натуральных продуктов не должно быть как раз никаких законодательных препятствий. Все мы понимаем, что натуральные продукты должны быть. Ну, правда, мы понимаем это и в отношении, например, продуктов «Филипп Моррис», но, как мы слышим, это не совсем так. Все-таки, насколько законодательство в вашей сфере является ограничением по новациям? Вообще, новации в натуральных продуктах, они насколько распространены? Ну, я начну с того, что, на наш взгляд, натуральный продукт в тех реалиях, в которых мы сейчас все живем, это уже само по себе инновация. Просто потому, что, да, конечно, за последние пять лет ситуация динамически меняется, появляется больше игроков на этом рынке, а ниша становится более конкурентной, появляется спрос у людей, наконец-то. То есть, если раньше была история про то, что молоко превратилось в простоквашу, что случилось, и это вызывало недоумение, вопросы, люди не понимали, что с этим делать, а это нормальный процесс для натурального продукта, и это приходилось объяснять, то сейчас, конечно, ситуация, ну, она меняется в этом вопросе, и люди уже ждут, что молоко в эту простоквашу превратится. И если этого вдруг не случится, ну, скорее здесь возникнут вопросы. Но если говорить про слово натуральное, то как раз-таки нет никакого четкого регулирования, никаких критериев, которыми может пользоваться потребитель для того, чтобы понять, натуральный этот продукт, ненатуральный. Под вывеской с этим словом можно продавать продукты, в которых будет очень разный состав, далеко не натуральный, и на этом можно даже успешный бизнес построить, потому что маркетинг, ну, это такая великая штука, ее никто не отменял, конечно. И, собственно, вот этого регулирования, его нет, ну, на тему того, что есть натуральный продукт. Ну, и тут еще такой момент, что мы видим за последние много лет, несколько, вернее, лет, что экономическая ситуация, она очень все время меняется, она достаточно нестабильная, и когда у людей только появляется интерес к натуральному продукту, идет тенденция осознанного питания, такого осознанного образа жизни, когда люди замедляются и уже становятся более вдумчивыми в своем выборе, а потом экономическая установка меняется таким образом, что этот самый натуральный продукт, к сожалению, в текущих реалиях становится недоступен для большого количества людей, просто потому что у него очень высокая себестоимость. и для того, чтобы вот это поменять, нужно работать, конечно, комплексно с и производителем, и государством, то есть это должны быть совместные программы, проекты, и здесь нужно, конечно, и покупательскую способность поднимать, то есть экономика, в принципе, мы все хотим, конечно, чтобы она была более устойчива, потому что, ну вот наша компания, она постоянно на себе замечает вот эти перемены, когда в 2014 году изменились цены в два раза, и наша себестоимость, соответственно, выросла в эти же два раза. Поднимать цены на полке, ну, очень было тяжеловато, потому что нам важно оставлять продукт доступным, и в целом мы придерживаемся идеи, что натуральный продукт, безусловно, сейчас и так еще долго будет, это ниша, но для того, чтобы это стало массовым, для того, чтобы вот как раз, да, оздоровление населения происходило не точечно, а все-таки все привыкли питаться таким продуктом, нужно, чтобы было больше производителей, чтобы у них была возможность. Сама сфера АПК, она очень инвестиционно привлекательная, у них есть экспортный потенциал, это основа будущего продовольственной безопасности нашей страны, и это некий задел для создания новой такой устойчивой экономики, основанной на продуктах питания. Нам всем, наверное, полезно и приятно было бы, если бы свой продукт, который производится у нас здесь рядом, у которого, который локален, и такая локальность есть в каждом населенном, например, пункте, мы доверяем этому продукту, он качественный, он вкусный, надежный, и он стоит при этом дешевле, чем импортный, например. Вот, конечно, хотелось бы к этому прийти. Продолжая тему продуктов, которые положительно сказываются на здоровье, у нас, опять же, на прошлом круглом столе был представитель компании «Любимый край», и сегодня у нас здесь есть Наталья Родионовна Дельнецкая, директор по управлению продуктами кондитерской объединения «Любимый край». Наталья Родионовна, возвращаясь к вашей свете, тогда мы тоже слышали про продукты, которые, казалось бы, кондитерские, но при этом не несут вреда ни до фигуры, ни до здоровья, и тогда тоже ваша коллега озвучила, что есть определенные препятствия, которые мешают развитию и продвижению этих продуктов. Вот что-то изменилось в лучшую сторону, может быть? Про инновационные все решения, я понимаю, что четко в этом уверена, что инновации важны для всех компаний, и для маленьких, и для больших, и вот эти вот тенденции и тренды, которые в связи с этим двигаются и улучшаются, они в конечном счете влияют и на жизнь города, и страны, и каждого отдельного человека, поэтому, безусловно, государство должно поддерживать, должно как-то вот участвовать в этих всех решениях. Ну и мы, как компания, непосредственно ориентированы на инновационные решения, безусловно, это все используют, но сейчас все не стоит на месте, и теперь вот недостаточно только конкурентных каких-то преимуществ, качество, цена, сервис, все гораздо шире, и мы, в общем-то, занимаем такую позицию, что мы занимаемся инновациями и развитием этих решений в трех направлениях. Ну, непосредственно, повторюсь, в области инноваций продуктов, да, это создание чего-то нового и улучшение этих продуктов, инноваций в сфере процессов, это непосредственно создание нового метода или процессы в области разработки этого продукта, производства, дистрибуции, то есть это все охватывает обязательно. И, конечно, инновации в сфере бизнес-моделей, цепочки создания ценностей. Ну, и, конечно, мы ждем, да, ждем поддержки от государства непосредственно в этих во всех решениях. Ну, и вот поскольку все говорим о наболевшем, да, я тоже составила список, что для нас важно, ну, и непосредственно, конечно, вы бы хотели, мечтали бы, наверное, да, чтобы у нас был доступ к крупным каким-то потребительским рынкам, ну, не только ритейл, да, а вот доступ непосредственно к государственным тендерам. Вот, к сожалению, пока основным критерием на вот этих вот тендерах является цена, да, но цена, все мы понимаем, особенно производители, благодаря чему она может быть достигнута. Это либо ухудшение каких-то потребительских качеств продукта, да, либо это производитель, ну, наступает себе на горло, да, и вот за объем готов и без дохода это все дело продавать. Поэтому, конечно, важно, чтобы там наше государство видело этих производителей, которые стремятся там сделать продукт более там здоровый, более полезный, который влияет, да, на какие-то положительные факторы жизнедеятельности населения, и, в общем-то, немножечко поменял вот эти критерии, потому что мы хотим также продаваться там в школах, быть представлены в садах, чтобы и дети были здоровы, и мамы счастливы, поэтому, конечно, это вот все наши усилия туда. Конечно, очень важно, чтобы государство поддерживало вот эту научную деятельность, которая помогла бы исследовать направления, там какие-то использовать прорывные технологии нам впоследствии, потому что, ну, я думаю, вряд ли на каждом предприятии есть все-все-все сферы, которые могут закрыть и в конечном итоге создать вот эту инновацию. Безусловно, мы как производители, у нас высокопоточный продукт, мы постоянно засматриваемся на супероборудование классное, высокопоточное, но оно стоит дорого, да, и мы, естественно, хотим и будем обращаться в историю кредитования. И, конечно, говоря о кредитовании, важно видеть тоже участие государства, какие-то, может быть, льготные тарифы, может быть, какое-то инвестирование частично, это было бы здорово. Ну, опять же, если говорить, тоже коллеги об этом уже озвучивали, что все равно все начинается с сырья на продукт, да, и поддержка вот сельского хозяйства является тоже очень важным для нас, для нас, как для производителей, потому что мы как раз вот те пользователи вот этого сырья, которое должно быть там супер-купер классное, такое здоровское и чистое, и чтобы потребители тоже были довольны. Еще один человек у нас был на прошлом круглом столе, и тогда уже озвучивал свою продукцию, Юлия Борисовна Власенкова, собственник кофейной компании «Льмио». В плане законодательства я не увидела никаких улучшений за год, в плане производительской деятельности тоже, потому что это все реклама за счет собственных сил, и нам, как малому и среднему бизнесу, конечно, не подвластны бюджеты там на телевидении или какие-то дорогостоящие вести производительскую деятельность о том, что кофе свежей обжарки намного лучше и полезнее, чем кофе, который продается в масс-маркете. То, что потребитель видит во всех сетях, которые оффлайновые, это продукты широкого потребления и самой дешевой ценой. Нам невыгодно, например, мы не можем себе позволить работать в сетях, поскольку нам не позволяет себестоимость продукта. То, что случилось сейчас с нами, наш бизнес был ориентирован на предприятия, на B2B, мы в офисы поставляли кофе, офисы закрыты, и мы два месяца практически без работы, потому что все сидят по домам, ну, как бы мы не привыкли киснуть, и то, что мы предприняли, мы вышли на маркетплейсы, на товар хорошего качества, и не переплачивать за те наценки, которые делает крупный ритейл. Я абсолютно согласна с Антониной Зайцевой по поводу натуральных продуктов, которые каждый человек сам определяет, что такое, наверное, что ему есть, что ему пить. И, конечно, к сожалению, ну, я не вижу никакой поддержки со стороны государства, к сожалению, ни в просветительской, ни какой-то там финансовой, даже сейчас в кризис, мы не пострадавшая отрасль. Сейчас хотелось бы еще одну сферу услышать. У нас есть здесь Леонид Владимирович Романчук, генеральный директор ООО «Леврана». Леонид Владимирович, ваша сфера, я имею в виду профимейлия, косметика, она вроде бы, с одной стороны, всегда традиционно считается связанной с инновациями, и казалось бы, что у вас-то все должно быть уже наработано, так сказать, за долгие периоды. Насколько это на самом деле так, и насколько законодательство в вашей сфере влияет на инновационную составляющую? Чем мы, в принципе, одни из немногих в России компаний отличаемся от других? Просто заявляем, что мы производим натуральную и органическую косметику. Мы пошли по пути международной сертификации. С 2007 года мы сертифицируем свою продукцию через французскую компанию «Косерт». Это достаточно один из лидеров мирового рынка сертификации натуральной и органической косметики, в том числе и экопродукции. Мы это делаем за свой счет, независимо от каких-то государственных виваний и так далее. Поэтому, опять же, повторю, что, в принципе, государство никак нам не помогает, но хочется сказать спасибо, что, в принципе, и не мешает в данном случае делать ничего такого. Как и у многих, то есть у нас сырье есть большая доля импортного производства. То есть мы, в принципе, возим сырье со всего мира. Что-то возим напрямую, какие-то вещи. То есть по факту у нас сырье, то есть сейчас курсовая разница, не знаю, там порядка 25%, то есть у нас сырье подскочило на 25%. То есть нельзя, конечно, говорить, что в два раза там выросла курс. Мы сейчас работаем, в принципе, мы эту работу в прошлом году начали по производству собственных ингредиентов здесь на своей площадке в Санкт-Петербурге. Поэтому я думаю, что в ближайшее время какие-то ингредиенты для нас такие одни из самых дорогостоящих мы просто начнем производить сами. По моим прикидкам, если мы начнем заменять и производить сами, то по факту мы можем себестоимость на часть ингредиентов снизить в два раза. Владимир Владимирович, очень интересную тезис озвучили по поводу того, что четкого законодательства нет, ну и слава богу. Я думаю, что мы сейчас еще послушаем наших спикеров, потом немножко мы как раз вернемся, вот, может быть, частично даже к этому вопросу. Возвращаясь к здоровью и актуальности сейчас здоровых продуктов. Максим Валерьевич Чащик, главный внештатный специалист-профпатолог. Максим Валерьевич, очень хотелось бы, да, чтобы вы включились тоже с нами чуть-чуть поговорили. Вопрос, в первую очередь, в нынешние времена, наверное, продукты, которые лучше влияют на здоровье, еще более актуальны. Как вы считаете, все-таки, может быть, и еще законодательство должно быть еще более гибким в этот период к продуктам, которые положительно влияют на здоровье? Уважаемые коллеги, Алексей, хотел, во-первых, присоединиться к общему мнению, о том, что круглый стол замечательный, очень актуальный, и поблагодарить Деловой Петербург за предоставленные возможности. Это первое. Второе. О чем бы хотел сказать. Мне, как доктору, который занимается профессиональными заболеваниями, в том числе и профилактикой онкологических заболеваний, очень сильно понравился доклад Елены Георгиевны. Можно сказать, что он меня даже вдохновил и совершенно открыл безусловные инновационные перспективы в отношении того, что табачный дым перестанет быть основной причиной рака легкого в России. И поэтому я, со своей стороны, хотел бы пожелать Елене Георгиевне и компании Морис успехов в этой инновации и в надежде на то, что они реализуют все свои самые амбициозные планы. Может быть, даже, и теперь, переходя к коронавирусу, хотел бы сказать, что действительно... ...сделало так, что при том, что коронавирус для нас стал проблемой, но, как и в любой проблеме, всегда открываются новые возможности. И вот именно благодаря той ситуации, которая сегодня сложилась, для биомедицинских технологий, для биомедицинских инноваций раскрылись уникальнейшие возможности. О чем... Что я имею в виду? Ну, например, компания Биокат, расположенная в Санкт-Петербурге, Институт вакцин и сывороток, разработал перспективные, наиболее перспективные, перспективную вакцину на основе синтетического модифицированного белка и наночастиц. Всемирная организация ВОЗ включила эти вакцины как наиболее интересные с точки зрения, с точки зрения борьбы, последующей борьбы с коронавирусной инфекцией. И это не может не вызывать гордость у нас, как у жителей Санкт-Петербурга. И еще раз можно будет обратить внимание на то, что действительно, медицина, фармакологическая промышленность на сегодняшний день находится в авангарде инновационного развития Российской Федерации, о чем неоднократно говорилось Министерством экономического развития Российской Федерации. И что следует еще отметить, что за последнее время в законодательстве произошли огромные изменения с точки зрения улучшения инновационного климата в отношении биомедицинских технологий. Ну, во-первых, конечно же, это майские указы Владимира Владимировича Путина, посвященные борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, которые способствовали спросу со стороны общества, со стороны государства в отношении новых инновационных продуктов, позволяющих бороться с этими заболеваниями. И как важный этап, как целевая установка инноваций в биомедицине, в биомедицинских технологиях является увеличение средней продолжительности жизни россиян до 80 лет. В заключении хотелось бы сказать, что биомедицинские технологии являются абсолютным лидером в продвижении инноваций в России. И Санкт-Петербург в части касаемо этого направления делает очень много. Так, например, в законе об основах политики, научно-технической политики Санкт-Петербурга постоянно произносятся изменения, позволяющие оказать дополнительную поддержку тем компаниям, которые занимаются инновационными разработками. Создан территориальный кластер фармацевтической, медицинской промышленности, который сегодня и позволил биокату, во многом позволил биокату оказаться впереди в точке зрения разработки вакцин против коронавирусной инфекции. Спасибо за внимание. Спасибо вам большое, Максим Валерьевич. Мы еще тему здравоохранения сейчас продолжим. Елена Александровна Кириленко. Елена Александровна, если позволите, хотелось бы вам задать вопрос. Сопредседатель Санкт-Петербургского регионального отделения общероссийской общественной организации «Делова Россия» и генерал-директора ООО «Келлианс Медикал». Елена Александровна… Я, наверное, чуть-чуть противовес предыдущему докладчику внесу такую, ну, не ложку дегтя в бочку меда, да, но некоторые хотели бы, так сказать, внести свои комментарии, они совсем радостные. Потому что, действительно, вот сейчас эта ситуация с ковидом, она выявила очень такие какие-то узкие и несовершенные моменты в процессе оказания медицинской помощи пациентам. Если, действительно, я соглашусь, история с фармой, история с разработкой фармацевтических препаратов, субстанций, она у нас очень успешная, и она, действительно, достойна того, чтобы о ней говорить. И даже в данной ситуации мы видим по той информации, которая нам доступна, разработка вакцины и так далее, все это развивается очень и очень динамично, и надо этому отдать должное. То, что касается оснащения медицинских учреждений, ну, к сожалению, история несколько иная. Если мы говорим о биомедицинском кластере Санкт-Петербурга, все замечательно то, что касается фармацевтической продукции и работы фармацевтических компаний. К сожалению, медицинский кластер Санкт-Петербурга показал себя таким образом, что когда в городе возникла острая потребность, я уже не говорю о средствах индивидуальной защиты, масках и так далее, ну и все остальное оборудование, то, по сути дела, предприятия Петербурга не смогли ничего поставить в медицинские учреждения, то, что требовалось. Ну, в каком-то очень ограниченном количестве начали изготавливаться средства индивидуальной защиты, а все остальное, востребованное оборудование, те же самые ИВЛ, о которых очень много говорится, это все закупалось с заводов в Екатеринбурге, от зарубежных поставщиков. Поэтому я так думаю, что это тот вопрос, над которым надо очень серьезно работать. И мое мнение, что, наверное, ситуация вот такая, может быть, пробуксовки и недостаточного уровня развития этих предприятий заключается в том, что должна быть действительно очень тесная обратная связь с пользователями, с теми врачами, специалистами и администрациями, которые используют это оборудование. Потому что зачастую вот то, что я вижу, я, в общем, очень глубоко занималась этим вопросом и с разработчиками, и с производителями, что они производят нечто, что врачам не совсем нужно или не соответствует требованиям врачей. И когда это предлагается медицинским работникам, то они говорят, да, конечно, очень серьезные вложенные усилия в разработку, но, например, вот это нам неудобно, это нам неинформативно. И здесь должен быть очень такой тесный диалог. И я так думаю, что, может быть, еще проблема в том, что чиновникам от здравоохранения, наверное, нужно в какие-то системы, может быть, их KPI включить как раз поддержку вот этих вот инноваций и диалог, не просто поддерживать то, что разработано, а именно, чтобы и разработчики разрабатывали то, что необходимо медицине. И еще один вопрос, который вот как раз сейчас очень резко выявился, и то, что, в общем-то, моя компания пытается предложить, и пока, к сожалению, мы не нашли обратной связи и поддержки нашей инновации, мы занимаемся обслуживанием медицинского оборудования и ремонтом его. И на сегодняшний день я, конечно, очень переживаю, потому что мои сервисные инженеры работают, в том числе, в красных зонах, и мы регулярно проводим тесты на COVID. Вот завтра у нас будет сдача крови на антитела, потому что очень серьезный вопрос, и мы знаем, насколько много медицинских работников болеет. К сожалению, этот вирус такой очень опасный. И когда еще в прошлом году на госсовете в Светлогорске Владимир Владимирович Путин поставил задачу сделать аудит материально-технического оснащения всех медицинских учреждений России, то к этому вопросу, в конечном итоге, те, кто реализовал это поручение, подошли очень специфически. Сделали платформу в Министерстве здравоохранения, где учреждения должны были сами зарегистрироваться и сами рассказать, что у них есть из оборудования. И зачастую сработал советский принцип, в просе больше дадут меньше, потому что, если сказать, что все плохо, ну вот все пытались искать какую-то золотую середину, чтобы и не наказали за то, что скажут, что вообще недостаточно оснащения, и в то же время, чтобы все-таки за счет поданной информации попытаться получить какие-то новое какое-то оборудование, новые какие-то аппараты. И то, что мы предложили, сделать электронные паспорта материально-технического оснащения учреждений здравоохранения и оборудование максимально подключить на дистанционный мониторинг его состояния, чтобы даже не надо было, например, заходить в те же самые красные зоны, потому что зачастую калиборовать какой-то аппарат можно дистанционно, не подвергая риску сотрудников, которые этим занимаются. И опять же, вот то, что мы сейчас слышим, какие-то истории, которые еще до конца не изучены, перегрелся аппарат или там что-то некорректно работал аппарат. Если бы была единая структура мониторинга состояния оборудования, а такие разработки уже есть, городской акселератор это разработал, и если бы те компании, вот в частности моя компания, обслуживает достаточно большое количество городских учреждений, если бы мы мониторили состояние этого оборудования, то мы превентивно видели бы уже ряд проблем, которые бы заранее решали, и это не приводило бы к выходу из строя оборудования, а просто когда оно требует, например, очередного периодического обслуживания или определенных манипуляций, заранее все это делали бы. Продолжим сейчас еще немножко медицинскую тему. У нас здесь присутствует Александр Владиславович Солунин, генеральный директор СОАССИАЦИИ частных клиник Санкт-Петербурга. Александр Владиславович, тоже очень интересно ваше мнение услышать сейчас, и в принципе, наверное, не секрет, что вообще в целом в частных клиниках ситуация тоже с законодательством не так радужно обстоит, как хотелось бы, а уж тем более, ну как бы сейчас в этот период, там уже возникали жалобы от ваших коллег о том, что, в общем-то, законодательство достаточно сильно мешает работе, и, собственно, может привести потом к проблемам со здоровьем у людей, не связанным непосредственно с пандемией. Как вы оцениваете ситуацию? Может быть, все-таки не так все плохо, как говорят ваши коллеги? Или, может быть, даже хуже? Как скажете? Добрый день, коллеги. Рад всех приветствовать на очередном круглом столе. Хотел обратить внимание на название нашего видеокруглого стола. Первое слово в данном названии – «Разумное регулирование». Разумное с точки зрения кого? Мы говорим прежде всего, что весь бизнес, все предприниматели, они ориентированы на наших потребителей, в данном случае отрасль здравоохранения – это пациенты. И на сегодняшний день, я бы хотел сказать, вот в условиях ковида произошла такая смена, можно сказать, небольшая смена ментальной модели поведения потребителя. На первый уровень встал вопрос, если мы помним все пирамиду Маслова, встал вопрос безопасности, физиологической безопасности – это то, что связано именно со здоровьем. Ну и это и в основе пирамиды, и в основе качества жизни все это лежит. Ну, в отношении регулирования нашего законодательства в отрасли здравоохранения, разумного регулирования, я бы хотел отметить, что пациентам прежде всего нужно, чтобы услуги, медицинские услуги, медицинская помощь была доступна и своевременна. И в этом сегодня помогают такие инновационные продукты, как цифровизация, связанная с цифровизацией, о которой сегодня говорили. Вот компания «Экобезопасность» активно занимается данной проблематикой. И инновации, да, они должны внедряться таким образом, чтобы в кратчайший срок наши пациенты, наши потребители имели возможность получить медицинскую помощь. И проблемы есть и в телемедицине у нас, и в продвижении, и в регистрации оборудования. Мы все знаем, сейчас в период ковида по СИЗам сделали облегченный порядок регистрации, да. Вот Елена Александровна знает, наверное, по медицинскому оборудованию на сегодняшний день есть какие-то позитивные шаги, что много транзакционных издержек у нас на сегодня. Вот. И я бы хотел отметить прежде всего, что должна быть правильная обратная связь от наших потребителей, а в здравоохранении это обратной связью занимаются врачи. Правильно Елена Александровна сказала, что, значит, сегодня мир движется ускоренными темпами, и наши предпринимательские инициативы должны быть востребованы нашими пациентами. Значит, если у нас есть какие-то ограничения с точки зрения принятия законодательных актов, а они есть, и мы знаем, что регуляторная гильотина об этом говорит очень ярко и отчетливо, Дмитрий ушел, к сожалению, он говорил, что в этом аспекте должна быть проведена большая работа, и САНПИНы, и ХРИПы должны принять более разумный вариант, о чем мы сегодня и говорим, и, естественно, для того, чтобы наши институты работали продуктивно, нужны определенные объединительные шаги. Спасибо большое, Александр Владиславович. Да, действительно, мы очень надеемся, что наш круглый стол дойдет, его тезисы дойдут до органов власти, действительно будут приняты какие-то решения, ну и, собственно, наверное, отчасти к нашему последнему спикеру, но не последнему далеко по значимости, обратимся, который мог бы этому вопросу посодействовать, Ольга Владимировна Волкова, генеральный директор некоммерческой организации Центра развития промышленности Ленинградской области. Вы извините, что я вас поставил в самый конец, но хотелось, чтобы вы прежде чем сказать, услышали всех наших предыдущих спикеров, и, мне кажется, там ряд моментов прозвучал, которые как раз вот могли бы быть, бываем прокомментированы. Первое, это модернизация и улучшение самого производства для выпуска чего-то более нового, более нужного и интересного. И сам инновационный продукт. В первом случае есть такие меры поддержки, как налоговые льготы. Вот, например, мы недавно приняли закон о региональном инвестиционном проекте, в рамках которого мы можем компенсировать понесенные закаты предприятиям на инновации, на модернизации производства в рамках тех сумм, которые предприятие тратило в предыдущие налоговые периоды, то есть, эти суммы компенсируются. Кроме того, у нас существует в России фонд развития промышленности, в Ленинградской области есть региональное представительство, региональный фонд развития промышленности, и который нацелен на предоставление льготных займов на модернизацию производства, на внедрение передовых технологий, на создание новых продуктов, то есть, вы можете получить займ от 20 до 500 миллионов рублей от 1 до 5 процентов и модернизировать свое производство для выпуска более высокого уровня продукции. Теперь про самый инновационный продукт. В начале нашей дискуссии многие спикеры обозначали патентование, сертификации, некоторые обозначали, что они выходят на внешние рынки, это гораздо проще, чем получить патент у нас в России. Хочу ваше внимание обратить на такие региональные институты развития, как, например, в Центре развития промышленности Ленинградской области в июне 2019 года создан Центр поддержки экспорта. К нам обращались многие экспортеры, мы выводим экспортеров на рынок, малые и средние предприниматели, мы выводим их на зарубежные рынки. И одной из наших услуг является финансирование, проведение процесса сертификации, то есть мы можем профинансировать получение сертификата на продукт, который впоследствии может быть выведен на зарубежные рынки. Центр поддержки экспорта финансирует именно международную сертификацию, но у нас в регионе также есть фонд поддержки предпринимательства, в котором существует региональный центр инжиниринга, он непосредственно нацелен на модернизацию производства, на производство инновационной продукции, они финансируют именно сертификаты общероссийские, патенты на российское производство, поэтому к ним можно смело обращаться и получить все необходимые консультации по выводу продукции на рынке. Помимо этого, в Ленинградской области существуют субсидии на получение сертификатов, то есть либо вы можете обратиться к нам в центр поддержки экспорта, либо фонд поддержки предпринимательства за получением сертификата, за финансированием, а если у вас уже сертификат существует, то есть вы уже заплатили за это денежку сами, вы можете подать документы на получение субсидий, на возмещение ваших затрат. То есть, в принципе, Ленинградская область оказывает такие финансовые меры поддержки, которые могут поддержать наши предприятия в текущей ситуации и как-то уменьшить их затраты на выведение инновационной продукции на рынок. Меня поправили мои коллеги о том, что я не совсем корректно указал должность, озвучил должность одного из наших спикеров, Максим Валерьевич Чащин, ведущий научный сотрудник Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья. Надеюсь, сейчас все правильно. Надеюсь, что сейчас без... Да, спасибо, извините еще раз, да. Разная информация возникала в разные моменты и поэтому немножко запутались. Вы являетесь ли выходом отсутствия регулирования, или все-таки мы должны стремиться именно к разумному регулированию, несмотря на то, что оно не всегда успевает за инновациями. Я, наверное, Романа попрошу первым сказать, потому что он достаточно давно у нас выступал уже. Чуть-чуть пару слов по этому поводу. Спасибо, Алексей. Ну вот последнее выступление Ольги Волковой меня прям порадовало. Это вот на самом деле пример таких реальных дел. Ну и хорошо, Деловой Петербург это как раз та площадка, где приветствуются не восторженные лозунги, да, такие пустые, а реальные дела, ну и реальные проблемы, да. Вот. И, собственно говоря, вот тоже я хотел поддержать вот этот тезис сегодняшнего одного из спикеров, да, насчет того, чтобы, ну, не мешала регуляция, да. Это может быть даже подчас правильнее. Я тоже соглашусь с этим. Но вот если мы берем медицинскую, инновационную сферу, то тут, конечно, без регуляции ну нельзя, потому что это чувствительная сфера, это лекарства, это изделия медицинского назначения. И, ну, вот я как практик, наша компания, научно-исследовательский центр о безопасности, является уже несколько лет удерживать лидерство в стране по клиническим исследованиям. И мы практики в этом, да. И вот как раз-таки очень большая проблема у наших производителей, ну, небольшие, они решают эти проблемы. у наших производителей озвученных в том, что если есть регулирование, есть возможность для регулирования, оно устроено так, что государственные организации там впереди, ну, как-то там создаются условия тепличные, ну, в какую-то конъюнктурно-номенклатурную выгоду, а все остальные там уже как могут, да. И поэтому, ну, вот даже на примере вот этой ситуации впереди организация там Роспотребнадзора, там научно-исследовательский центры, я не умоляю, я не сколько их там возможностей, научные и прочее, но помимо них есть в стране огромное количество инновационных организаций, ну, частных, да, в первую очередь, которые могли бы давным-давно решить многие вопросы, если бы они не ограничивались там узким кругом государственных организаций. Желина Игоревна, можно вас попросить, да, вот краткий посыл все-таки, что необходимо было бы донести до органов власти? Ну, вы знаете, у нас вот такая насущная сейчас вопрос, который мы просим разъяснение у органов власти, пишем письма, это в области сертификации органической продукции, которая произведена за пределами Российской Федерации. Ну, вот мы как можем этот вопрос сами сейчас проясняем. Александр Юрьевич Павлов, вас мы тоже слышали в самом начале по поводу цифровизации, после этого еще звучали близкие темы, то же самое, то же самое вопрос, что необходимо в первую очередь в вашей сфере было бы донести до органов власти, что существенно изменило бы ситуацию к лучшему? Я, наверное, повторюсь, да, в сфере энергетики самым таким главным вопросом остается все-таки, что есть цифровизация энергетической отрасли, как это интерпретирует государство? Георгиевна, мы год назад, фактически год назад говорили об определенных посылах, это, собственно, в регулировании инновационных продуктов, связанных с табакокурением, и это звучало информирование тогда, и, собственно, более гибкий подход. Если можно все-таки, вот если кратко резюмировать, основное, то же самое, ничего не меняется, то же самое необходимо знать органам власти, донести до органов власти о вашей деятельности. Алексей, спасибо большое за предоставленное слово. Во-первых, хотела бы сказать большое спасибо Максиму Валерьевичу Чащину за такую высокую оценку моего выступления. Для нас это действительно очень значимо, такого высокого уровня профессионала услышать мнение, особенно в области общественного здравоохранения. Но если говорить о том, что нужно донести до регуляторов, до законодателей, я уже очень подробно рассказала в своем докладе. На мой взгляд, самое важное, что они должны понимать, разрабатывая законодательство, это то, что оно должно действовать в интересах общества. Это законодательство в первую очередь. И если касается наших продуктов, то это действительно значительно снижает вред от потребления табака. У нас на сегодняшний день есть результаты собственных 18 до клинических и 10 клинических исследований электронной системы нагревания табака, о которой я рассказывала. А также есть уже большое количество, достаточно увеличивается каждый год, независимых исследований. И наши исследования независимые говорят о том, что полный переход с сигарет на этот продукт менее вреден, чем продолжение курения сигарет. Поэтому мы, как ответственный производитель, заинтересованы в том, чтобы регулирование было, потому что должны быть выстроены одинаково единые условия работы на рынке той или иной страны. В данном случае мы говорим о Российской Федерации. Мы заинтересованы в том, чтобы органы здравоохранения и научное сообщество открыто оценили, чего достигла, в нашем случае, именно наша компания на пути к снижению рисков и какое значение эти результаты имеют для общественного здоровья. Необходим многосторонний, открытый диалог между научным сообществом, производителем и регулятором именно с учетом интересов общества. И мне кажется, наш круглый стол как раз это вот один из таких достаточно весомых шагов для того, чтобы донести позицию до регулятора регионального и федерального. Антонина Юрьевна, к вам тоже вопрос. Антонина Юрьевна Зайцева, руководитель отдела развития группы компании «Лосева». Что в первую очередь необходимо было бы донести, какой может быть тезис, какое обращение до органов власти Ну, мы, конечно, со своей стороны считаем, что сельское хозяйство должно стать локомотивом экономики в это будущее. И потенциал для этого огромный у нас у всех есть. И его нужно просто правильно использовать и направить. Это соответствующие условия, это привлечение кадров, возможно, из соседних аграрных стран, у которых есть успешный опыт такой работы. Это и западные страны, и страны СНГ. И можно и обмениваться специалистами, и технологии привлекать, потому что есть куда расти в этом вопросе. Ну и, конечно, это все должно быть направлено на обеспечение такой работы производителя, чтобы ему не приходилось искать снижение себестоимости за счет подмены ингредиентов, некачественных составов и удешевление по этому пути. А чтобы эта возможность была просто за счет того, что есть инструменты, механизмы, условия, которые работают, которые не отменяются неожиданно и которые все-таки направлены на поддержку. Спасибо большое. Наталья Родионовна, тот же вопрос собственно к вам. Что в первую очередь необходимо было бы донести до органов власти для того, чтобы ситуация начала нормализоваться, стабилизироваться? Ну я считаю, что если что-то не регулируется государством, и производители вступают на тропу нарушения или каких-то невыполнений, это их личное дело, и я уверена, что в конечном итоге все равно их догонит скажем закон и порядок. А вот сейчас безусловно важно, чтобы наше государство обязательно поддерживало производства, которые стремятся поддержать и качество жизни, и здоровье населения, и экоответственные, потому что действительно глобальная проблема, все мы жители планеты Земля, и от нашего в общем-то тоже участия много что зависит, и кажется, что в общем-то мы ни на что не влияем, мы очень сильно влияем на эти все процессы, и в конечном итоге там можно глобально даже посмотреть, и там следующие поколения возможно нам скажут спасибо за эти решения, которые будут приняты сейчас, и вот эту поддержку. спасибо большое, Максим Валерьевич, Максим Валерьевич, то же самое, подходя ближе к итогам круглого стола, с вашей точки зрения, вот какой аспект был бы основополагающим, на который должен был бы обращать внимание регулятор при работе с продуктами в этой сфере? Алексей, спасибо еще раз за круглый стол, я бы хотел бы даже немножко обобщить то, что нужно не только для медицины, медицинских знаний, а вообще для всех участников, безусловно, это необходимость разработки комплексного подхода к регулированию и стимулированию коммерциализации результатов научной деятельности, потому что именно этого сейчас и не хватает, об этом многие спикеры говорили, очень важно определить механизмы разработки и финансирования региональных, стилевых, инновационных программ и проектов, чего тоже также, очевидно, нет, и это влияет на эффективность инноваций. И, безусловно, нужно четкое формирование методов государственной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, активного бизнеса через льготное налоговое обложение и предоставление беспроцентных кредитов. Об этом тоже спикеры говорили. Было бы здорово, если бы власть все-таки услышала и сделала определенное шаги в этом направлении. Спасибо. Елена Александровна, да, вы с нами, очень приятно. Тоже подводя итоги кратко, на ваш взгляд, основное, основное тремь, не основное пожелание, то, что могло бы ситуацию изменить к лучшему в идеале. Да, спасибо. Я просто, на самом деле, даже для себя записала то, что сказал Максим Валерьевич, потому что хочу подписаться под каждым его словом. То, о чем он говорит, да, действительно, должно быть системное взаимодействие, потому что даже вот мы тут переписались парой сообщений с Александром Владиславовичем Солонином о том, что действительно вот в нынешней ситуации поддержки тех, кто обеспечивает медицинскую помощь пациентам в борьбе с ковидом, некоторые группы просто были потеряны. Вот те же самые инженеры, которые обслуживают оборудование, я думаю, не по злому умыслу, а о них просто не подумали, о них забыли. И здесь вот как раз тот самый диалог и то тесное взаимодействие, наверное, не позволит про кого-то забыть, потому что, вот как ни странно, наша отрасль, она считается вообще не пострадавшей, хотя финансовые проблемы серьезные и арендодатели не снижают арендную плату и так далее, и так далее. Поэтому хочу присоединиться, должен быть диалог и должна быть системность. И тогда я считаю, что будет успех. Александр Владиславович, тогда я понимаю, что вы уже переписались с Еленой Александровной и обо всем договорились, но все-таки хотелось бы услышать и вас тоже, вашу позицию по этому поводу. Позиция в дополнении к тому, что я уже говорил, да, о работе в публичном пространстве с органами власти. Я бы хотел отметить инициативу от Деловой России Дмитрий выступал, он предлагал создать Всероссийский институт, да, а потом организовать еще комиссию. Вот мне кажется, что возможно даже не создание каких-то институтов, да, вот дополнительных органов и комиссий, а вот на базе Большой Четверки, о которых говорила опора деловая РСПП и ТПП, да, вот на базе вот этой Большой Четверки в отраслях необходимо действительно делать публичные интернет-платформы, где собирались бы мнения, да, значит, отраслевые, которые бы были, во-первых, а, публичны, да, затрагивали интересы и проблемы конкретной отрасли, да, и эти бы интернет-площадки большие, да, они бы имели большую цитируемость и, соответственно, влияли на разумный регуляторный механизм. Вот у меня такое предложение. И, Ольга Владимировна, если есть еще у вас силы, да, вы и так транслируете органам власти, собственно, пожелания, да, и, может быть, после Куглова стола, после выступления наших участников, вы какое-что-то для себя тоже отметили, то, что вы, наверное, в первую очередь бы сейчас именно транслировали до власти, ну, как минимум, Ленинградской области. Коллеги, ну, я обдумаю, что я могу транслировать, но мы все равно в плотной связке с предпринимателями и все вот эти поли и проблемы нам известны, мы стараемся максимально оказать помощь и поддержку, поэтому мы в работе. Пока шли выступления для себя, сделал кучу заметок и, собственно, уже и в последнем блоке то, что действительно могло бы стать резюме нашего круглого стола и какие-то отдельные моменты тут и системное взаимодействие, и таможенные, и информирование населения, но я подумал, что, наверное, сегодняшний круглый стол, наверное, будет правильней завершить, процитировав Елену Георгиевну Киянову, которая сказала, что законодательство должно действовать в интересах общества. Наверное, это все-таки такой вот тезис, который должен стать основным и который действительно должен быть учитываться всегда всеми органами власти, всеми регуляторами на всех уровнях. Мы будем стараться, мы со своей стороны деловую Петербург, и мы надеемся, что вы тоже, уверены, что вы тоже, надеемся, что мы это будем делать вместе, и не последний раз мы встречаемся в таком формате. Большое спасибо всем участникам за то, что вы сегодня выступили, за то, что нашли время и с такими интересными выступлениями поприсутствовали, приняли участие в нашем круглом столе. До новых встреч, большое спасибо. С вами был Алексей Буцайло, креативный редактор газеты «Деловой Петербург». Петербург.